Привет! Вы на канале U-Car Drive. И пока я гуляю с новым Santa Fe, можете подписаться на наш канал. Ну а дальше разбор и тест-драйв нового Santa Fe 2021 года. И как вы успели заметить, этот автомобиль по праву можно назвать прогулочным. И действительно, он располагает к различного рода путешествиям, прогулкам и прочему. И да, в прошлом году мы уже встречались с Santa Fe. Тогда был до рестайлинга. В принципе, все прошлогоднее видео было ради того, чтобы узнать, каким был Santa Fe. Потому как на тот момент он уже практически был в прошлом времени. Ведь мы знали, что совсем скоро произойдет рестайлинг. И автомобиль получит вот эти новые фары с этим новым ДХО, эту новую решетку радиатора, новые бамперы, новый задний бампер, светотехнику. И даже покрашенную листву в версии каллиграфия или же специальной версии для рынка Украины, которая отмечена суперпредложением. Так или иначе, автомобиль выглядит посвежевшим. Но это не совсем рестайлинг. Ведь в прошлый раз мы разговаривали с вами об автомобиле в новом кузове на прежней платформе. А сейчас бренд Hyundai декларирует, что это новая платформа. И частично они правы. Платформа Gen 3 это уже нечто новое. Автомобиль получил новые подрамники. Совершенно по-новому созданы панели кузова, иначе склеены. И сам кузов стал жестче. Теперь этот автомобиль можно называть не только рестайлинговым, но и абсолютно новым. Также изменилась и агрегатная часть. И теперь мы попытаемся подробнее об этом рассказать. В этом обзоре у нас, естественно, топовая комплектация от Hyundai Motors Ukraine. И это автомобиль самый-самый напакованный, который на сегодняшний день продается у нас в стране. У него есть отличительная особенность. Это листва, окрашенные в цвет кузова. И вот эти 20-е диски. И сразу же мне хочется отметить, что я бы хотел видеть на этих дисках резину более высокого профиля, чем 45-й. Также заметно, что профиль автомобиля несколько изменился по морде и по заднице благодаря новым бамперам. И самым главным функциональным решением в вопросе рестайлинга этого поколения является тот факт, что фара больше не ориентирована вертикально. Теперь это горизонтальный блок с двумя линзами. И, кстати, они очень прилично светят. Также фирменной чертой рестайлинга является Т-образное ДХО. И на корме у нас тоже ДХО новое вместе со стоп-сигналами. Задние фонари изменились. Они выглядят более выразительно. Но, к сожалению, во-первых, даже в топовой комплектации вот эта часть является просто декоративной пластмассиной и ни в коем случае не светится. Как это, например, происходит у топовой комплектации Tucson. Также поворотник здесь не очень ярко выраженный. И находится в бампере. Выглядит он вот так. И почему-то они не сделали бегущую строку здесь какого-то динамического типа. Хотя все разбито на красивые квадратики и вполне могли. Могли, но не сделали. Багажный отсек у автомобиля, как и раньше, крупный. Мы об этом говорили в Триполе, когда отправились на этом автомобиле в короткосрочное путешествие. И он по-прежнему классный. Он по-прежнему трансформируется из багажника вот таким вот образом. И вы можете получить максимальное пространство. А здесь у вас есть нычка под инструмент, а запасное колесо находится под задним бампером. И, естественно, есть привод. Ну и, конечно же, нет ничего удивительного в том, что это по-прежнему один из самых комфортных по пространству заднего ряда автомобиль в классе. Здесь у вас есть подлокотник. Вы можете сменить угол наклона кресла в достаточно широком диапазоне. Сам же диван находится на салазках и в соотношении пропорционально меняется. У вас есть подогрев, у вас есть шторки, которые очень уместны, потому что заводской тонировки здесь нет. А если пассажир передний мешает, то вы всегда можете его сдвинуть, отодвинуть, передвинуть. Также здесь есть USB-порты и розетка 220, что прям вообще уникально. Ну и за рулем тоже есть изменения. Смотрите, кресла теперь пошиты в топовой комплектации настоящей напой. Сам рисунок строчки поменялся. Здесь появился интересный декоративный кант. Ромбики немного изменены. И, естественно, здесь есть перфорация. Также у кресел в топовой комплектации, помимо подогрева, есть вентиляция. И вот что меня очень сильно волнует, так это то, что мы уже знаем, как выглядит у Hyundai новый четырехспицевый руль. Но здесь рулевое колесо от прежней модели. И, ну, не знаю. В общем, я считаю, что это плохо. Вот мне бы хотелось видеть здесь до конца новый интерьер. Потому что вот эта консоль, она классная. Здесь реальный алюминий. Здесь классные манипуляторы. Удобные кнопки. Нет никаких сенсорных штуковин, которые абсолютно плохо работают. Здесь есть теперь вот такая вот крутилочка, шайбочка Drive Terrain Select системы, которая меняет настройки мехатронного шасси в зависимости от того, едете вы по асфальту или же по бездорожью. Потому что здесь теперь тоже есть три режима Terrain. Snow, Mud и Sand. Ну, а в качестве манипулятора коробки передач у нас теперь кнопки. Точно так же, как и в свежем Тусане. Новой стала и мультимедийная панель. Она сенсорная, в топовой комплектации. Такая точно, как мы показывали в обзоре Тусана. И в целом я не вижу смысла показывать ее еще раз. Вы точно должны знать только одно. Теперь здесь классное изображение. Очень плотное, очень сочное. Оно не бликует. И это реально приятно. Так же приятно, что здесь есть отдельная кнопка вывода камер кругового обзора, у которых шикарное качество и очень много различных проекций. Так же вы можете вид сверху зумировать. Ну, если помните, Santa Fe с жидкокристаллическим монитором в центре щитка приборов это как бы не новость. Но сейчас новость состоит в том, что это совершенно новый монитор. Такой же, как мы видели в Тусане. Здесь также меняются дизайны приборной доски, которые также можно привязать к режимам мехатронного шасси. Вот у нас есть режим Smart, режим Sport с таким вот ядреным карбоном. Eco и Comfort. Единственное, что меня смущает при смене всех этих дизайнов, так это то, что центральный монитор у вас в принципе чаще всего имеет синюю деталировку и синюю подсветку, которая сходится только если у вас щиток приборов в стиле Cube. И это вот не совсем как бы то, что хочется. Если Sport режим, то пусть все будет красненьким. Если Eco режим, то бирюзовым. А если вот у вас синяя приборка, то здесь и экран покоя синий. Хотя самое крутое в этом экране то, что он есть. Что здесь есть действительно заставка экрана покоя. Она не выедает глаза, она не мешает. И в целом это доставляет определенную долю комфорта. Как и само расположение за рулем. Во-первых, у кресла появилась регулировка под колени. Во-вторых, вот этот новый дизайн, он вас немножко обволакивает. И опять же повторюсь, максимальное количество манипуляторов здесь физически. В том числе крутилки громкости и выбора волны радиоприемника. А кнопки в большинстве своем выполнены либо из металла, либо из пластика покрытого металлом. Ну а в качестве приятного бонуса в центральной консоли у нас есть еще один подстаканник и беспроводная зарядка. Также USB порты. А под консолью у вас есть дополнительная ниша с двумя розетками. А еще топовая комплектация отличается тем, что уютно добавляет вот этот вот черный потолок. Который многие называют алькантаровым. Но на самом деле это по-прежнему некий плюш или флиз. Ну так или иначе я люблю спать под пледом, поэтому меня это устраивает. И из всего, что я сейчас рассказал, можно сделать абсолютно логичный резонный вывод. Hyundai Santa Fe получил грамотный рестайлинг. Он стал чище в линиях дизайна, стилистики. Здесь очень много чего поменялось приятного в интерьере. Хотя сам интерьер по архитектуре остался прежним. И вроде как что тут нового? Но нового гораздо больше. И все это находится в технической части автомобиля. Поэтому заглянем под капот. Исходя из того, что до 70% проданных в Украине Santa Fe имеют турбодизель, я вряд ли вас удивлю надписями CRDI в технических характеристиках этого автомобиля. Но тут также появилась надпись Smart Stream. И в целом, на первый взгляд, если обратиться к характеристикам, здесь по-прежнему 200 лошадиных сил и 440 ньютон. И все это прикручено к восьмиступенчатой трансмиссии. А также это все имеет полный привод Аштрак. На бумаге по цифрам все то же самое. Вот только двигатель больше не цепной. Он ременной. И он больше не чугунный. Это алюминиевый блок с чугунными гильзами. И это намного тише, намного стабильнее. А коробка передач роботизированная. Хотя и также восьмиступенчатая. Теперь здесь два мокрых сцепления. И эта коробка обещает быть быстрее. Повторюсь, так как это одна из основных связок для этого автомобиля, именно эту связку мы и рассматриваем. Радуемся пневмоупором капота, тому, что он легкий. Закрываем капот и проверяем в действии, стал ли Санта-Фе шустрее. И вот в чем дело. Этот новый Санта-Фе с этим новым двигателем и этой новой трансмиссией реально поехал намного плотнее и интереснее, чем было раньше. Перед вами замер динамики 0-100 на прибор драги в самых обычных бытовых условиях. И в этих обычных условиях автомобиль показывает более чем на секунду лучший результат, чем заявлено в заводских характеристиках. Что реально удивляет. Ведь это Hyundai. И совсем недавно мы ездили на Tucson, которые, да, показывали немножечко лучшую динамику, чем заявлено заводом. Но, тем не менее, они были в основном медленные. Медленный дизель 1.6. Не очень торопливый 2-литровый атмосферный мотор. Но вот этот новый 2.2 CRD, он реально имеет паровозную тягу. Здесь 440 ньютонометров. Они вырываются и несут огромный кузов вперед. Это безумно приятно. Это те ощущения, которые сопровождают ваше движение на куда более именитых автомобилях, от которых ты ожидаешь подобной реакции. Например, та же Volvo XC90. И на этот раз я готов сравнивать Volvo XC90 и Hyundai Santa Fe в одном уровне, в одной линейке, с одними и теми же претензиями к этим автомобилям. Ведь Santa вырос. И если вспомнить прошлогодний тест-драйв Santa Fe, когда он был дорестайлинговым, тогда у меня было вот такое мнение, деленное на два. И этот конструктив, он остался. Потому что, да, это снова новый Hyundai. Снова Hyundai, который на ступеньку выше предыдущего. Да, теперь у него новая платформа, потому что у машины другие подрамники, другой состав материалов. И, в принципе, этот кузов реально стал жестче. У него изменились агрегатные моменты. И даже муфта Ashtrak получила тоже свой рестайлинг. Поэтому к этому автомобилю инженерно-техническое отношение как к новому. Несмотря на то, что силуэт формы остались прежними. И это большой шаг. Они снова показали высокий результат. Они снова показали продукт лучше прежнего, который достоин того, чтобы называться реально классным дорогим автомобилем. Ты едешь, и тебе нравится, на этой машине нравится ехать, потому что, ну, она тащит. Он хорош в поворотах, он хорош на прямой, он хорош на трассе. На нем одинаково комфортно ехать. 60 по городу и 160 по трассе. Это безукоризненно крутой результат, как для автомобиля, который в предыдущих своих поколениях был бюджетной телегой. Да, он был классным, утилитарным, но это была машина, которая была грубая, которая была гремящая пластиком, у которой был тяжелый такой ход. Она не показывала каких-то высоких, крутых результатов динамики. Это был просто большой автомобиль, но доступный. Сейчас это уже не такой доступный автомобиль, но классный. И свыкнуться с этим сложно. Все же за топовую комплектацию, 1 миллион 535 тысяч гривен, плюс за вот этот пакет окрашенной листвы, плюс панорамой, у вас кругом бегом набежит 1 миллион 600. И 1 миллион 600 это слишком близко к тому, чтобы разговаривать о высокой лиге. Но и машина едет, в отличие от дорестайлинга, как автомобиль из высокой лиги. Не знаю, вот как правильно относиться к Hyundai после такой выходки. Как они так решились отказаться от тех людей, которые с удовольствием покупали доступный Tucson, доступный относительно Santa Fe. Как многие из нас покупали себе в качестве первых автомобилей Hyundai Acent или Hyundai Getz. И это же ведь были хорошие простые машины, на которых не терялись деньги в процессе перепродажи. Можно было взять двух-трехлетний и перепродать за те же деньги спустя срок обучения в вождении. И все это было таким вот народным, таким вот адекватным. А теперь вот. Еще чуть-чуть и премиум. И садя сейчас за руль Santa Fe, я действительно безумно хочу попасть за руль Genesis, потому что... А что-что? Там что, совсем Мерседес? И ассоциативный ряд с Audi, Мерседесом, Volkswagen, Touareg и так далее, он меня не покидает. Как минимум потому, что на этом автомобиле я могу нажать педаль газа и не услышать никакой задержки по коробке. Не услышать ничего, кроме прекрасного звука дизельного двигателя. И почувствовать шикарную динамику, почувствовать, что мне хватает свободы действий для того, чтобы перемещаться в любом пространстве. Это новое ощущение для Hyundai. И наверняка вам покажется, что я сейчас хвалю новый Santa Fe, потому что так и есть. И здесь хорошо настроены системы безопасности. В отличие от Tucson, здесь ничего не дребезжит на руле, они не раздражают. Удержание в полосе работает очень комфортно, очень грамотно, очень мягко, тоже не раздражает. Слепые зоны дублируются на щиток приборов. И автомобиль умеет парковаться сам, что иногда достаточно полезно, потому что двери здесь широкие, а парковки у нас плотные. Но давайте и о грустном. И грустно, а здесь все-таки с одной стороны ценовая политика. От одного до полутора миллионов гривен это все-таки взрослая цена. И да, автомобиль сейчас полностью конкурентно способный с точки зрения сравнения. Mazda CX-9 и Santa Fe, Highlander и Santa Fe. Да, Highlander больше. Но Highlander это по-прежнему автомобиль для тех, кто не любит водить. А на Santa Fe, черт побери, хочется ездить. На нем реально хочется ездить? На нем хочется перестраиваться, на нем хочется входить в повороты. Возможно, может быть, я зря так цепляюсь за цифру. Я просто не привык видеть корейцев за такие деньги. И нам всем придется к этому прийти, с этим свыкнуться. С другой стороны, при всем при том, как круто они подошли к вопросу инженерно-технической. Я наблюдаю рулевое колесо предыдущего поколения. И мне это уже как-то не особо нравится. Потому что я знаю, как выглядит новое, крутое, классное, четырехспицевое рулевое колесо Тусана. И мне его здесь не хватает. И обивка здесь иногда проскакивает. Жесткий пластик, который неприятен. И непонятно, почему за эти деньги он здесь присутствует. Но это все мелочи. То есть Санта-Фе перешел в новую лигу. И сравнивать его сейчас вот такой вот с Тарака и Кодиаком, мне уже кажется не настолько правильным, как это было в прошлом году. Потому что ну уж очень большая разница между тем, как ехал прошлогодний автомобиль и как едет этот. Как ощущался прошлогодний автомобиль и как ощущается этот. И здесь можно простить то, что подвеску по-прежнему услышана на отбой. И здесь можно простить то, что на стиральной доске вам немножечко некомфортно. Зато в остальных 99% случаев вам комфортно, приятно и легко. В общем и целом по поводу Санта-Фе напрашивается только один вывод. Да, это действительно автомобиль нового уровня, который едет намного лучше, быстрее, плотнее, комфортнее, чем это было до рестайлинга. Но за это придется заплатить. И для многих это окажется не самой приятной новостью. Ну а что касается приятных новостей, то приятной новостью по-любому будет то, что вы подпишетесь на наш канал. Если вам нравится то, что мы делаем, оставайтесь с нами. До новых встреч и новых тачек на канале U-Car Drive. Субтитры создавал DimaTorzok Я же имею в виду. Проблема поставить червоню номеру. Честно, эстетичная дупа, виходит. Ніде в Украине снимать. От дивиться, так? З одного боку, всі коллеги. Де? Де? Я вот зараз по-людски питаю. Де? Ви ж знаете, что ее немае. Ну вы хотя бы на канал подписчите, чи что? Ну так, ну шоб, я не знаю. У меня какая-то сатисфакция была. У меня перший штраф. От вы людина, яка мені выпускает перший... Не фейсбуку, а не ютубу. О, давайте селфи зробим. Ну так, на память. Перший штраф. Ви розумієте, це як подружитися. О, прикольно, смотри. Hyundai U-Car. Можна так автосалон назвать. У меня заработная плата не дозволяет купить авто. Тому я оцелкан. Ну я просто питаю, може ви мені підскажете, як жити далі.